Ваш ребенок больше не рассказывает вам о своих школьных делах. Он перестал общаться с одноклассниками. Возможно, с ним не хотят дружить. Вы, как родители, конечно, должны правильно отреагировать, чтобы ситуация не привела к трагедии. Как помочь ребенку избавиться от одиночества, чтобы с ним дружили и принимали в коллективе, расскажет детский психолог Виктория Любаревич-Торхова. А еще своим личным опытом пришли к нам поделиться мои замечательные друзья Снежана Егорова и Андрей Бабаев. Здравствуйте. В жизни каждого человека, то ли на собственном опыте, то ли на опыте знакомых людей, такая ситуация встречалась. Вот я помню, у нас в параллельном классе училась девочка, очень такая тихая, она даже заикалась и была очень худенькая. Не знаю, по какой причине, но все решили, что можно ее обзывать, как-то к ней так нехорошо относиться, в том числе и мальчишке. В итоге она меньше года проучилась в нашей школе, потом мама перевела ее в другую школу. Я не знаю, как сложилась ее жизнь дальше, но наблюдать за этим было очень тяжело. Через то, что с дитиной не товарищуют, або смеются с ней, дитина может быть сфильной до депрессии, но родители могут забегать этому, если вчасно допоможут дитине сделать так, чтобы ее принял коллектив. И приклад этому – история зерок. Сейчас с такими известными и успешными людьми, как Том Круз, Шарли Стерон, Кисандра Балок, мечтают товарищевать миллионы. Но в детстве все было иначе. Тома Круза называли коротоном через невеликий взрыв и дурком через то, что плутал литеры и плохо читал. Шарли Стерону в школе дрожнили опудалом и страшилкой, а Сандру Балок все в школе считали немодной и неохайной. И тут родители будущих зерок пришли на помощь. Мать Тома Круза привела его до театральной школы, где он участвовал почти в всех постановках, легко переборов кворобу и упорвался со своими проблемами. Успех на сцене поднял его самооценку и до 11 класса он был найпопулярнейшим хлопчиком в школе. Мать Сандры Балок начала шить для нее стильные убранья и отправляла на конкурсы талентов. А родители Шарли Стерон, которого ображали через непривабливую внешность, записали ее на балет и на курсы моделей. После чего Шарли стала королевой школы. Как сделать со своей детьми счастливую, успешную и признанную коллективом человеку, вы узнаете просто сейчас. Это Артур. Но тогда, тогда слова медика не сдались ему выроком, пока он не вышел на улицу и на себе не слышал цкувания детей. У нас такие были случаи, простые конфликты с детьми, даже выливались в то, что очки просто-напросто разбивали. Получается травма ребенка. На постоянное голосование Артур реагирует слезами. А его мама Тетяна не знает, что и делать, адже вона и уявлення не мала, что ликувание, которое приписали ее детьми, перетворится на страждание. Когда обычно я прохожу по коридору, иду старшеклассника, обзываю, ну очкариком, очказаром. Я просто мимо прохожу. Артур не жалеется матери на однолитке, не рассказывает подроби щоденных знущений. Проте материнское сердце чувствует настоящий боль сына. Когда он был в лагере, по телефону, так как я не была с ним, просила, чтобы он сфотографировался со всем коллективом. Потом уже, когда привез фотографии, смотрю, что он там без очков. Там все были нормальные, без очков, а я один с очками. Мам, я пошел гулять. С каждым днем ситуация только ускладывается. Він все частейше снимает окуляры, чтобы хлопцы товарищовали с ним. Особенно я за него переживаю, когда он идет на улицу гулять. Не хотелось бы, чтобы его там обижали, и чтобы он не снимал очки. Что ждет Артура за порогом доминки? Тетяна боится и подумать, поэтому хочет допомогти сынове. Я думаю, что эту проблему можно решить. Ну что же, тогда давайте к нам присоединиться. Сейчас Тетяна и Артур. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите, как вам живется? Что, обзываются, да, Артур? То динозавром, то очкозавриком. Мой сын тоже носит очки. С четырех лет, это тоже вырожденная, ходит в школу, не первый год. Я с ним проработала определенные тактики. И сегодня я расскажу о пяти тактиках, которые помогут вашему ребенку защититься от нападок. Именно вы, родители, можете помочь своему ребенку обрести друзей. Вот эта вот проблема, которая у вас существует, то, что обращают внимание на очки, она связана с новым коллективом или это постоянно? Если мы идем в новый коллектив, то мы не знаем, какая будет реакция, какие будут взаимоотношения с детьми. И ты снимаешь очки? Какой будет контакт, то он, конечно, идет без очков. Вот почему ты снимаешь очки? Ну, я стесняюсь, чтобы не обзывали. Ты еще не знаешь, как тебя примут в новом коллективе? Ну, как всегда, плохо. На всякий случай, да, ты заранее снимаешь очки. Почему ты думаешь, что нужно снять очки? Ну, потому что всегда будут обзывать на летних каникулах или в лагерях. А как ты видишь без очков? Тебе комфортно? Далеко я не очень хорошо вижу, как в очках. Как ты реагируешь на то, что происходит? Когда начинают в новом коллективе обзывать или что-то там говорить, какие-то намеки? Ну, я сначала не обращаю внимания, а потом надоедает, и я говорю, не надо, не надо, а потом уже... В нос. Бывает такое? Да, бывает. Все время, когда мы говорили о очках и о том, какие проблемы могут быть с этим связаны, Андрей задумчиво о чем-то другом вспоминал. Очки ты не носил, я так понимаю. Очки не носил, конечно, но мой цвет волос. В школьном коллективе были ребята, которые хотели как-то меня этим уколоть. Есть некие зачинщики, это люди, которые в себе не уверены. Первым, чем они могут похвастаться и поставить себя перед коллективом, это тем, что они обзывают других. Я потом стал замечать, что есть другие ребята, у которых цвет волос нормальный, не очки не носят, но у них есть некие свои проблемы, над которыми тоже смеются. Мы стали объединяться в некие группы, и со временем наши группы стали более интересными, нежели группа зачинщиков, забияк, которые нас обзывали. У нас была своя коалиция. Коалиция... Супергероев. Супергероев, нестандартных детей, да. У меня какая была проблема? Я была очень худой, очень высокой, поэтому меня называли шпалой, дылдой, каланчой. Любой ребенок, какой бы он ни был прекрасный, отличный, замечательный, носит уночки, или он просто чуть-чуть более толстый, чем все остальные, или слишком худой, или высокий, всегда найдется какая-то причина, чем ты отличаешься от других. Нет необходимости иметь какое-то серьезное отклонение. Нужно просто чем-то отличаться, потому что детский коллектив — это дети, которые постоянно выживают, они должны соперничать, соревноваться. Каждый соревнуется своими методами. А вот какие методы соревнования зависят от того, какая у ребенка семья. Если дома часто есть скандалы, если ребенка дома не уважают, он приходит в детский коллектив, он отображает это на детях. Он начинает с ними спорить, он начинает их задирать, он начинает их поддевать, обижать. Какую тактику защиты можно избрать? Я бы определила пять тактик. Первая — это не занижать самооценку ребенка. Очень часто родители не замечают, как они сами могут подшучивать над ребенком, смеяться над ним, рассказывать о его недостатках другим в его присутствии. У вас нередко могут вырываться фразы такие, как «Да что ты говоришь такое?» Или «Что ты плетешься?» Или «Как же ты это делаешь?» Или «Ты что, слепой, не видишь, куда идешь?» Но остановитесь на секунду и подумайте, а что сейчас чувствует ваш ребенок? Себя ловили на таком моменте, что могли сказать Артуру нечто подобное? Могу иногда сказать. Так в обосновном стараюсь. Прежде всего, родители должны следить за тем, как себя чувствует ребенок и что происходит у него в любом детском коллективе. Вторая тактика – это обсуждать и разбирать все проблемы, которые ребенок, наконец-то, вам проговорил. Артур, ты маме рассказывал или ждал, когда мама спросит, а потом уже говорил, что у тебя проблемы? Иногда рассказывал. А почему умалчивал? Умалчивал. Почему не рассказывал? Даже не знаю. Мне кажется, я знаю, Артур, потому что у меня тоже сын. Мужчина свои проблемы решает сам. Есть ситуации, когда дети вообще ничего не говорят, замыкаются в себе. Как тогда родителям определить, что проблема существует, чтобы вовремя помочь ребенку? Если ребенок приходит из школы и говорит, у меня все нормально, при этом вы видите, что он или расстроен, или глубоко в себе, у него в последнее время нет веселых эмоций, он часто закрывается в комнате, ваша задача, как родители, обратить внимание, а не слишком ли скрытен ваш ребенок? Является ли хорошим методом перевести ребенка в другую школу? Иногда да. Это реально крайние меры, потому что иногда так сформирован класс, что сколько бы с детьми этими не работали, как бы ни пытались на них повлиять, с ними работать приходится слишком долго, а это уже серьезно сказывается на психике вашего ребенка. Но если эта проблема только началась, вы вовремя увидели, что ребенок расстраивается, что его коллектив или не принимает, или вдруг только-только начал дразнить, вы сразу должны идти к учительнице прежде всего. И эта роль учительницы – собрать детей и решить проблему, кого что не устраивает. Если ребенка обзывают, с этим можно легко справиться. Учительница может раздать детям листики, и каждый напишет какое-нибудь смешное слово про себя. Пусть придумает себе какую-нибудь кличку или образ, ну, допустим, там, помидор, назвала бы я себя, потому что я часто краснею, или пельмень, потому что люблю кушать пельмени. А для чего это? Это для того, чтобы дети раскрепостились. Потому что, когда дети ищут, как кого обозвать, они креативят. Ну, почему бы и себе тоже не придумать кличку? Так сложилось, что ваш ребенок не такой, как все. Но любой его недостаток можно сделать его фишкой. Пусть он почувствует себя особенно. И это будет компенсировать его комплексы. Есть же взрослые, замечательные люди, которые задают стиль, носят очки. Ты смотрел фильм «Пираты Карибского моря»? Да. А там есть такой замечательный Джек Воробей, которого играет Джонни Депп. Ты знаешь, что Джонни Депп в жизни носит очки? Нет. Да? И когда у него фотосессия, он такой красавец в очках. У него, кстати, вот очки тоже такой черной, тонкой оправе, как у тебя. По-моему, это замечательный пример того, что в любой ситуации можно быть красавцем. И что очки – это не повод огорчаться, только повод выглядеть еще большим интеллектуалом. Вы также можете с ребенком посмотреть фильмы, мультфильмы, там, где герои, которые побеждают любых монстров или любых обидчиков, тоже носят очки. И все дети их любят. Ну, например, ты смотрел фильм «Гарри Поттер»? Смотрел, но забыл. Сначала перечитай, тебе будет намного интереснее читать эту книгу. Но когда у нас стал вопрос, чтобы одеть сыну очки, мы с Мироном, для того, чтобы он это легко воспринял, мы все одели в семье очки. Все. Бабушка, дедушка. Я тоже хочу составить компанию и одеть эти сейчас очки. С удовольствием. Я с удовольствием. Дайте мне, дайте мне срочно. Я вижу, они уже давно лежат. Какие выбирай? Я вот эти хочу, вот такие, с красными дужками. Надя выбирает. Мне пойдет. Падаем. Ах, ну как тебе? Надя, ты покажи на директор школы. Ну, давайте я красные выберу. Я уже буду отличаться от всех, выберу красные. Ой, какой ты стиль. Мне, наверное, не поведут очки. Это так здорово носить очки, говорит Таня. Вам прекрасно, Танюша. Вы изумительно выглядите. Как тебе кажется, Артур, нам идут очки или мы какие-то смешные в них? Идут. Андрюш, хочется на вы к вам обратиться. Здравствуйте. Да, Надежда. Вы знаете, Андрей, у меня к вам такой вопрос. Родители как-то помогали тебе справиться вот с этой ситуацией, которая в школе образовалась из-за золотого цвета волос? Ты, кстати, в кого? В папу? В маму? В маму. У меня у мамы каштановый цвет волос, а папа у меня блондин. И, соответственно, у меня получилось что-то среднее. Мамой и папой. Все вокруг говорили, что я особенный, что у меня очень много золота в волосах, все хотели их срезать, чтобы переплавить на драгоценный металл. Я говорил, что не отдам. Когда подрасту, сам это сделаю. Когда я немного неуверенно себя чувствовал, конечно, была поддержка родителей. Я думаю, что не стоит все время заострять внимание на том, что ты знаешь, с тобой что-то не так, сейчас ты поедешь в лагерь, может быть, опять это случится. Ребенок, конечно же, дополнительно настораживается весь, собирается и готовит тактику защиты. Артура защита – это прежде всего снять очки. Мы сейчас одевали очки, и ваша первичная реакция была «Мне они не пойдут, мне нужно подбирать оправу». Вы сейчас для ребенка действуете, потому что дети считывают ваши эмоции, ваше отношение к этому, и ему необходимо брать с вас пример. Если вы считаете, что одев очки, вы как-то себя ухудшаете, и если вы демонстрируете первичную такую реакцию, то вы таким образом даете ребенку знак, что это проблема, если ты в очках. Если вы перестанете об этом думать, если вы будете говорить, что дело не в том, в очках ты, без очков, главное то, что есть у тебя внутри. Ты прекрасен во всех своих проявлениях, и ты должен быть уверен, что мы, как твоя семья, поддержим тебя в любой ситуации. Важная тактика. Родители подбирают ребенку социум. Пусть это будут лагерь, кружки. Если вы ребенка отправляете, будь это театральный кружок, футбольный клуб, пионерский лагерь или еще что-либо, вы сначала говорите с воспитателем и смотрите, кто будет заниматься детьми, сможет ли он объединять их и учить дружить. Я вспоминаю, как наша учительница, просто заметив, что в классе наметилась тенденция издеваться над одной девочкой, она пригласила нас к себе в гости для того, чтобы мы все вместе посмотрели фильм «Чучело», в котором снималась Кристина Арбакальта. Это было невероятное впечатление для всех. Весь класс был просто ошарашен тем, что мы увидели. Девчонки до слез, ребята стали очень серьезными. И был еще один нюанс, на который я обратила внимание, тогда еще не понимая, почему учительница так сделала. Она готовила к чаю вкусный торт и заранее пригласила именно эту девочку, чтобы она ей помогла. Она ее выделила и показала нам ее по-новому. Поэтому прямо не было ничего сказано, но она поступила так, что это запомнилось на всю жизнь. У меня до сих пор мурашки по телу каждый раз, когда я слышу фильм «Чучело», потому что так сильно он оставляет след эмоциональный. И это прекрасная тактика, которую применила учительница, потому что она нашла средство добиться того, чтобы дети осознали, как со стороны это выглядит некрасиво, грубо, когда обижают других людей настолько незаслуженно. Для того, чтобы ребенок был способен дать эмоциональный отпор, а не сразу лезть в драку, вы должны сами показать дома, как это сделать. Вы не можете просто взять и сказать ребенку «Знаешь, мой дорогой, пойди и скажи ему, пусть уходит». Или не обращай внимания, ребенок сидит и думает «Нет, мама убедительно говорит, а как я это сделаю?» Необходимо проиграть. Представьте, что вы в театре. И это и есть четвертая тактика. Мама-папа-театр. Это когда взрослые проигрывают эту ситуацию в доме и говорят «Знаешь, у меня была такая ситуация». И я ему ответил так. Вы показали ребенку эмоции, язык тела. Ребенок это невольно перенимает. Когда он оказывается в незнакомой или опасной для себя ситуации, он мгновенно повторяет все ваши движения, интонацию, слова. Все. Поэтому он экипирован. Я сейчас вспоминаю историю про свою Стасю, которая уже взрослая. Она ходила в садик, где ее безумно любили. Она когда приходила в садик, ее встречали как Петрика Пяточкина. Летели вверх игрушки, пришла Стася. Так получилось, что мы переехали в другую квартиру и перешли в другой детский сад. Я стала спрашивать ее, как она себя там чувствует. Она говорит «Мама, девочки не хотят со мной дружить». Как-то она так поникла. И так она страдала, потому что она была не готова, конечно, к такой ситуации, потому что она влилась в новый коллектив. Она уже привыкла к тому, что она в центре внимания. А тут пришлось делить территорию с уже лидерами, которые сформировались в этой группе. Я говорю «Доченька, не стоит настаивать или навязываться. Нужно придумать свою игру. Вот принеси там куклы, игрушки какие-то. И начни с ними играться, причем, чтобы тебе было весело и интересно, какую игру ты любишь. Вот поверь мне, если ты будешь это делать с удовольствием, найдется кто-то обязательно, кто к тебе присоединится. У тебя появится своя компания. И уже этой компанией ты будешь дружить со своими девочками и подругами. И тебе не нужно будет стоять в очереди». Она именно так и сделала. Она стала центром внимания. И уже те девчонки, которые не хотели принимать ее в игру, они уже просились, чтобы она с ними дружила. Поэтому это очень важно, проговорить это с ребенком. Это тоже, мне кажется, успешная тактика. Да, именно, безусловно. Причем эта тактика – сделать ребенка самодостаточным. Ну, я согласна с вашей ситуацией, о которой вы говорите. Я думаю, что нужно действительно стать центром внимания. Можно привлечь, завлечь чем-то детей. У нас такая практика иногда бывала. Было такое, что ты что-то делал увлекательное, замечательное, кроме игрушки? И все думают, как это у тебя получается? Ну, не знаю, может, в мяч играл. У него есть талант. Он очень хорошо делает фигурки из бумаги. Он делает это сам по интернету. Я даже, например, не смогла бы этого повторить. Он говорит, мама, я сделал быстрее всех и лучше всех в классе. И потом еще всем показывал и рассказывал, как это делается. То есть ты в классе оригами-гуру. Мы теперь уже знаем четыре тактики. Давай пятую. Итак, пятая тактика. Папа должен подраться с ребенком. Это не когда папа бьет ребенка, а когда он говорит, ты можешь бить. Бей. Я принимаю удары. И папа должен терпеть эти удары. Смысл в чем? Ребенок должен почувствовать свою максимальную силу. И в данном случае боксерская груша не поможет. Потому что она не выдает эмоции. А обратная эмоциональная связь, когда папа говорит, вот это ты врезал мне. Ну ничего себе, я даже не подозревал, что у тебя такой мощный удар. Разве можно после него подняться? Все, это нокаут. И таким образом папа придает больше вдохновения и веры в себя. И ребенок действительно понимает, сколько же у него силы хранится в его мышцах. Есть ли дома кто-то, с кем Артур мог бы подраться? Есть. Кто? Крестный моей сестры. В следующий раз, когда он придет, скажи ему, давай подеремся. Я буду бить сильно, а ты терпи. Но отработкой ударов это же может не закончиться? Где в жизни ему придется применять эти умения? Не обязательно, потому что ребенок просто должен прочувствовать свою максимальную силу. И он знает, что если необходимо, ему есть чем защищаться. И когда он уже больше уверен в себе, он понимает, что в крайнем случае он экипирован ударом. И тогда он дольше может терпеть, он спокойней, может не обращать внимания на обидчика. Обидчику становится просто неинтересно его обижать, и он ищет другие способы, как же привлечь его внимание. Потому что очень часто дети обижают других, когда не знают, как же завести с ними дружбу. Я иногда с дочкой устраиваю спарринг. Я являюсь боксерской грушей, она меня просто бьет. Я играю в пьяную обезьяну, которую она как боец должна побить. В итоге у нее получается, и все заканчивается моим нокаутом. Эта метода не только для мальчиков хороша, но и девочки тоже могут подраться с кем-то. Чтобы ваш ребенок всегда оставался бодрым и полным энергии, важно обратить внимание на продукты, которыми питается ваш ребенок. Особенно важен правильный завтрак. В него должны входить каши, молочные продукты, овощи, фрукты и другие продукты, которые содержат полезные витамины и минералы. А хорошим дополнением к завтраку станет какао с молоком. Итак, Виктория раскрыла пять стратегий. Я даже стратегиями, а не тактиками хочу назвать эти методы, которые работают в жизни семьи, для того, чтобы родители помогли ребенку вовремя. Таня, для нас, конечно, очень важно, какие вы выводы сделали для себя. Ну, я поддерживала и буду поддерживать своего ребенка. Мы будем стараться следовать вашим советам, использовать все пять тактик, следить за своей речью, если где-то что-то промелькивало, чтобы этого больше не возникало. Стараться заранее понимать, в какой коллектив ребенок попадет, чтобы понимать, что таких проблем не возникнет. Артур, мы тебе помогли сегодня. Как ты чувствуешь? Да. А тебе понравилось, как мы в очках? Да? Ура. А знаешь, нам очень бы хотелось, чтобы ты себя в дальнейшем в очках чувствовал уверенно. Буду стараться. И если в следующий раз кто-то напомнит тебе про твои очки разными словами и терминами, скажи, знаете что, эти очки мои никому не дам носить. Спасибо вам огромное. Артур, спасибо, что ты пришел ко мне в гости. Мне очень понравилось, как мы, твои друзья, составили тебе компанию. А главное, чтобы дети проводили с родителями время с удовольствием. И я уверена, тогда и польза будет. Спасибо вам огромное. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!